С огромным удовольствием приветствую всех собравшихся в зале. Мы проводили уже один круглый стол на базе военмеха. Там была немножко другая тематика, но организация проведения этого круглого стола показала высокую его эффективность. Сегодняшнее мероприятие, проводимое в стенах военмеха, направлено на изучение очень тонкой и нужной для страны проблемы. Это проблемы гуманитаризации, проблемы подготовки, преподавания экономических направлений в техническом вузе. Буквально два слова я хочу сказать о военмехе, о вузе, в котором вы сейчас находитесь. Военмех был образован в 1932 году как вуз, который должен был готовить кадры только для оборонной промышленности на базе трех факультетов, морского оружия, боеприпасов, артиллерии. Но впоследствии шло развитие нашей промышленности, что шло развитие нашего образования, и военмех тоже следовал тем изменениям. И первое изменение, которое произошло на пути его развития, это диверсификация специальностей. То есть помимо чисто оборонных специальностей, которыми мы занимались в далеком 1932 году, мы стали заниматься вопросами, связанными с высокотехнологичными отраслями, технологией производства сложных комплексов, конструирования сложных объектов, которые можно было бы рассматривать как двойные технологии. Это был первый этап изменения основной направленности военмеха. Второе изменение было связано с получением нами статуса университета. И связано оно было как раз с той проблемой, которую мы сегодня хотим обсуждать. Это проблема гуманитаризации образования. Военмех, превратившись из технического вуза в университет, открыл очень много направлений экономических, направлений гуманитарных, политологических. Ну, достаточно сказать, что среди, не как достижения, но как факт, что первая камера культурологии в техническом вузе была открыта военмехе 20 лет назад. Ну, и это направления, они не были и народными для военмеха, потому что вуз превратился в университет, который занимается комплексными вопросами безопасности. Еще на заре развития военмеха все особенности наших учебных планов, программ подготовки предполагали большое влияние на учебный процесс экономической, организационной, управленческой подготовки. Даже кафедра организации производства военмехи, родоначальник военмеха, тоже была создана в дальних 30-х годах, вышла из кафедры технологии машиностроения. То есть вопросами, связанными с организацией военного производства, производства сложной техники, мы занимались давно. И вот эта гуманитаризация образования, она усилила позиции военмеха в области комплексной безопасности. В военмехе всегда важным было воспитательное начало. Оно базировалось и на сложности тех дисциплин, которые мы проходили, изучали и преподавали. Базировалось это на функции преподавателя, воспитательных функций преподавателя, на базе военной кафедры. Ну, в том числе и гуманитарная составляющая оказывала глубокое влияние на воспитание наших студентов. Такие кафедры, такие направления, простите, как геополитика и безопасность, политология, они в определенном смысле тоже обеспечивали безопасность нашей страны и готовили инженеров, политически грамотных, организационно грамотных, способных решать серьезные задачи. И военмех, 80 лет исполнилось военмеху в этом году. И надо сказать, что, ну, редко какой ВУЗ может похвастать таким количеством руководителей, которые вышли из стены военмеха. Практически все оборонные предприятия, все высокотехнологичные предприятия имеют в своем руководстве либо в виде генеральных директоров, генеральных конструкторов, замов, выпускников военмеха. Ну, вот эта школа и особенность военмеха, она и направила внимание наше не только на техническую составляющую, которая всегда была сильно обменяющей, инженерную составляющую, конструкторно-технологическую составляющую, но и экономическую, организационно-гуманитарную составляющую. Ну, я надеюсь, что сегодняшний круглый стол поставит ряд интересных вопросов, обсудит эту проблему. В МЭХ, еще раз повторяю, для всех желающих ваше распоряжение познакомиться с опытом, и может быть, будет полезно, но и представителям образования, представителям ВУЗа, познакомиться еще с чем-то, что выходит за рамки нашего круглого стола, то мы с удовольствием вам предоставим эту проблему. Желаю успеха участникам круглого стола. Дорогие друзья, умею честь приветствовать участников круглого стола в одном из наших предыдущих лучших учебных заведений, имя которого известно далеко за предъемом неудобно санкт-петербургой нашей страны. Один из ведущих ВУЗов, который составляет славу нашей науке, наше образование. Ну и хочу сказать, что один из ВУЗов, который входит в систему нашей высшей школы Санкт-Петербурга, которую я здесь представляю, у нас сегодня действует на сегодняшний день 49 государственных гражданских ВУЗов, 41 негосударственных ВУЗ. Это мощная сила, мы считаем, что в наличии такой мощной силы высшего, система высшего образования, это большое конкурентное преимущество нашего города. И хотя вопросы науке и высшего образования находятся в компетенции Российской Федерации, тем не менее мы, то есть городской поиск, делаем много для того, чтобы эту систему поддержать, опять же, в силу того, что мы даем очень большое значение. У нас обучается сегодня больше 400 тысяч студентов. Конечно, основная часть обучается по специальностям, скажем так, не связанным с инженерно-техническими профилями. И среди всего контингента таких студентов у нас порядка 27%. Но, конечно, представить себе подготовку современного инженера без мощной подготовки в области гуманитарных, социальных норм, невозможно. Поэтому мы поддерживаем сегодняшнее мероприятие, считаем это очень актуальным. И я хочу пожелать успехов сегодняшнему круглому столу. И также, пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников сегодняшнего круглого стола на заседание, пленарное заседание Санкт-Петербургского конгресса профессионально образовательного ремонта в 21 веке. Мы его проводим ежегодно. В этом году он пройдет 21 ноября в 11 часов на базе Горного университета. Каждый год это серьезное, мощное предприятие. И я думаю, что если вы найдете возможность принять нужное участие, вы сможете это оценить и, конечно, вывести свою ректу. И только круглого стола на заседание, но и в тех круглых столах, которые проводятся в конгрессе. Еще раз хочу пожелать успехов сегодняшнего дня. Итак, тема круглого стола сформулирована. Это подготовка экономических, управленческих кадров с инженерными компетенциями на базе профильных технических вузов. Таких, как и вуз. Быть или не быть? Ну, тема на самом деле не нова. Поскольку у нас, например, в вузе, где-то около 20 лет назад, чуть больше, был уже организован факультет международного промышленного менеджмента, основная задача которого была именно подготовка специалистов такого профиля гуманитарного, управленческого на базе опыта и потенциала основных направлений специальностей, по которым мы готовим специалистов. Первые учебные планы действительно имели хорошую техническую составляющую. И, как показал опыт, и вот сейчас уже можно посмотреть назад, наиболее успешными выпускниками в карьерном росте, в трудоустройстве были как раз выпускники вот этого первого набора, вот с теми учебными планами, которые именно содержали инженерные компетенции. Далее произошло то, что произошло. В силу экономических условий не так много выпускников шло на работу по специальности на предприятиях. Рынок диктовал, что нужны, так сказать, работники в банке, сфера обслуживания, торговля и так далее. Возникало много малых предприятий. И постепенно вот эти учебные планы стали трансформироваться. Тем более, чтобы востребованность была не так велика со стороны таких крупных промышленных предприятий. Сейчас мы видим другую картину. Сейчас нужно именно специалисты, управленцы, которые, и это из бесед с ведущими специалистами предприятий и с руководством нужны управленцы, специалисты и экономисты, которые хорошо разбираются и в предприятии области. То есть такая задача возникла и, как говорится, ее поставлена, и ее нужно решать. Что может в этих условиях дать, какие преимущества технического профильного вуза? В первую очередь, это большая база данных по стратегическим партнерам, по предприятиям, которые накоплены в результате десятилетий совместного сотрудничества. Значит, в результате вот этих совместных работ договоров понятна ситуация с кадровым обеспечением, что нужно, какие корректировки в учебные планы нужно вносить. Второе. Мы по-прежнему готовим по большому спектру высокотехнологичных направлений и специальностей. И у нас в этом плане есть большой научно-педагогический потенциал, который позволяет оперативно корректировать учебные планы по заявкам заказчика и удовлетворять практически все заявки, которые возникнут именно в части инженерной компетенции. И нельзя забывать, что уже сформировались хорошие школы и управленческие за эти там 20 лет, и экономические. И этот симбиоз, так сказать, вот может как раз сформировать моблик выпускника по потребностям заказчика. Какие возможности образовательной траектории? Ну, база, о которой пойдет разговор, это, понятно, стандарт по направлению экономика, менеджмент, управление персоналом, лингвистика. И надо посмотреть, насколько можно его насытить в рамках разумного и обеспечения стандарта соответствующими инженерными компетенциями. Второй подход, который используется тоже в ВУЗах, базовое образование техническое, уклон на экономико-управленческие компетенции. Тоже в рамках разумного. Третий подход, это переподготовка и повышение квалификаций. Но еще параллельно нельзя забывать, что уже существуют программы и по линии Кэрпита, вот Санкт-Петербурга, правительство очень заботится в этой части. То есть выделяется средство на программу дополнительной подготовки студентов старших курсов сверх основных образовательных программ. Это тоже дополнительный ресурс. Вот, то есть образовательные траектории существуют. Теперь, если посмотреть в свете ГОС-2, это стандарты предыдущего поколения и федеральные государственные образовательные стандарты, и сравнить их в части реализации того подхода, который здесь будет обсуждаться, то очевидно, что новые стандарты, они более перспективны в части реализации как раз подготовки специалистов экономико-управленческого профиля с инженерными компетенциями. Если где-то потенциально можно было в вариативную часть включать инженерные компетенции в рамках ГОС-2 примерно до 500 часов, я так грубо говорю, то ОФГОС возможности практически неограничены. Там можно назвать и 40% от общего объема. А если взять еще и подключить магистратуру, поскольку сейчас мы уже переходим на уровневую систему, и эти направления только представлены бакалавриатом и магистратурой, то там возможности еще более неограничены. Вопрос стоит только в том, чтобы оценить необходимость предприятия, заказчик выставляет требования, мы можем скорректировать соответствующие программы, открывать новое направление как в бакалавриате, так и в магистратуре и, в принципе, технически миссия выполнена. Спасибо за внимание. Спасибо.